На передовое резкое обострение. Боевики целый день ведут огонь из тяжелой артиллерии. На некоторых участках в ход идут даже орудия 152-го калибра. С начала суток уже 19 обстрелов. Самое ожесточенное противостояние на Светлодарской дуге, неспокойное и в Приазове, а также в районе Донецка. Наш военкор Ирина Баглай знает подробности. Это автоматический пулемет. Дальность? Дальность 3400. В основном 200-300 метров. Это главное оружие на нулевых рубежах Авдейской промзоны, где до позиций противника считанные десятки метров. Наша красавица, это наша опора и надежда. Тяжелая? Нормально. Виталий легко вскидывает на плечо 20-килограммовый пулемет. С недавних пор каждый день боевики здесь встречают и завершают под звуки гимна Украины. В полной боевой готовности все на своих позициях. Бойцы уже научены. В ответ на гимн Украины, жди вражеских пулей гранат. Начинается стрелкотня, РПГ, это после гимна, ну минимум прилетают по-любому. Мне нравится еще, пока мы еще не приучились. А сейчас они просто увидели, что журналисты пришли. Помимо съемочных групп, открыть огонь российским наемникам не дает и риск быть зафиксированными с неба видеокамерами международных наблюдателей. Это, как сказать, гарант нашей тишины, в первую очередь. Любой беспилотник, АБС, ЕО. Вопреки яростной реакции врага на украинский гимн, наши солдаты не думают отказываться от своей задумки. Скоро руку к сердцу будут привлаживать, это по-любому. Мы их скоро уже приучим. Я уже подозреваю, что они уже про себя уже, им кричишь слава Украине, они героям слава уже, ну подумки думают уже. А пока же, как только смеркаются украинским солдатам снова и снова приходится отбивать вражеские атаки. Тут они более активны. Ну, каждый день они работают. Вот-вот, вон они, их окопы, вот сюда, вот они, видите, тоже стрелкотня, СРПГ. Вон дома хорошо видно. Греются. Вчера вечером наши позиции боевики в течение двух часов плотно накрывали из тяжелого вооружения. Сразу стрелковый выехала их БМП, отработала тридцаткой по нашим парням. А потом начали бить минометы сразу. Пока минометы били, он вместе с ними работал. Вражеский танк отстрелял полный боекомплект. У наших без потерь. Гусеничная техника врага здесь постоянно курсирует. Подбить танк не позволяют минские договоренности. А вот противнику ничто не мешает открывать огонь из пушки 120-мм калибра. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.